Это вот включите центральную форуму. Вот вам в культурный форум. Но вообще весь форум подчинен культуре нашей страны, а не международного. Да. Начиная с 90-х годов, в мемориале проходят встречи пожилых членов общества. Те, кто прошли сами лагеря, дети расстрелянных родителей в 30-е годы. И все они к началу 90-х годов уже фактически пенсионеры. В стране было много проблем, и задача социальной поддержки была чрезвычайно актуальна в тот момент. То есть организация с самого начала была как общество взаимопомощи. Это было очень-очень важно и тогда, а сейчас более чем важно. И вот сейчас для нас вот это помещение, в котором мы находимся 21 год, оно нуждается в ремонте. Тут есть масса своих неудобств и претензий. Но это помещение фактически стало своим домом. И для тех людей, которым тогда в конце 90-х было 60, а сейчас 80 и более, очень сложно было бы поменять это помещение, поменять этот адрес. Это старые люди, чаще всего одинокие, которых вообще держит то, что сюда можно прийти. Здесь всякие сообщения серьезные, менее серьезные делают тоже из этой же среды люди. Иногда приглашают. То есть это какая-то, получается, внутренняя жизнь. Ну, я вам скажу, что я стараюсь, ну, раньше я старалась раз в неделю, раз в месяц что-нибудь рассказывать. Ну, сейчас я уже сдала, реже, но тем не менее. Устраивают здесь дни рождения, устраивают здесь какие-то личные праздники. То есть это заменяет им в какой-то мере семью, в какой-то, вот, понимаете, среда определенная складывается. Сам я отсидел именно за то, что я написал несколько секретарей против войны в Афганистане. И получилось, что я связался с этим обществом и считаю, что оно действительно делает очень большое дело. Находят эти места захоронений, бывших репрессированных и всяких прочих расстрелянных людей. И считаю, что они делают очень-очень хорошее дело, которое необходимо нашему государству, если оно хочет освободиться от тех пут, которые нас опутывали во время этой самой советской власти и прочего-прочего. Поэтому я считаю, что отнимать это помещение у людей, которые связаны вот именно хотя бы вот этим делом, что им читают лекции, им показывают фильмы, рассказывают о разных писателях, поэтах, великих людях и прочее-прочее, то безобразие считают, что нельзя такие вещи делать. Когда мы говорим о управлении имуществом, что-то неуместно здесь употреблять слово «нравственность», но то, что происходит, то, что под сомнением встает наше пребывание здесь, это с точки зрения городских властей безнравственность откровенная. Практически полгода проходит информация о том, что нас отсюда выселяют. Для нас эта информация была чрезвычайно неожиданна. Мы ее получили в начале августа, и на наши запросы о причинах непродления договора аренды мы так и не получили внятного ответа. Последнее, второе письмо, которое мы получили из Комитета имущественных отношений, в нем говорилось о том, что такое решение принято с учетом информации правоохранительных органов. На прошлой неделе была встреча с представителем Комитета, заместителем председателя, на которой он заявил, что да, вот именно в этом причина. Правоохранительные органы поставили некую информацию, причем она невероятно секретная. Какие именно правоохранительные органы, какая именно информация была, этого мы до сих пор не знаем. Продолжение следует...